Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 11 главу 2-го послания апостола Павла к Коринфянам. В экзегете эта глава называется «Послание в безумии». Апостол Павел как будто входит в некое состояние безрассудства, юродства, потому что против него выдвинуты оскорбления, они его серьезно ранят. И поэтому он вынужден защищать себя и прибегает к безумию, к намеренному безумию. Поэтому он в первых словах говорит «Хотелось бы мне, чтобы вы были терпимы к некоторому моему неразумию. Насколько это возможно, потерпите меня, будьте снисходительны. Я ревную вас ревностью Божией. Совершив обручение ваше с единственным мужем Христом, хочу вас представить Ему как чистую деву». Первый аргумент, который приводит апостол Павел, он прибегает к языку любви и к языку свадьбы, брака. Слово «ревность», конечно, имеет очень сильное значение. Люди не имеют права ревновать, потому что ревность – это такая страсть, которая разрушает отношения. Она лишает свободы и достоинства другого человека. Это такой инстинкт собственничества, который разрушает каждого человека, который участвует в таких отношениях. Ревновать имеет право только Бог, потому что Он един, и Его ревность имеет совершенно другие качества, чем человеческая ревность. Когда Бог ревнует, то как пламенная сера выжигает вокруг всех идолов, которые являются своего рода конкурентами Ему самому. И поэтому апостол Павел здесь говорит, что та ревность, которую испытываю я к вам, – это не человеческая ревность. Это ревность самого Бога, который ревнует о вас. И в качестве подтверждения он приводит образ Иоанна Крестителя. Апостол Павел, как истинный апостол, он лишь как друг жениха, который радуется тому, что он организовал свадьбу. Свадьба состоит в том, что устраивается пир не в доме жениха, не в доме невесты, а в том доме, где они будут жить потом. И друг жениха все это готовит, и поэтому его радость и его роль совершенно уникальны. Он здесь ни при чем. Самое главное – это ревность жениха, радость жениха. И надо сказать, что это первый текст, где впервые употребляется образ мужа ко Христу, и невесты применительны к церкви, к общине. Поэтому ревность апостола о том, чтобы община, как чистая невеста, предстала перед своим женихом в праведности, не осквернена никакой ложью. «Боюсь, правда, что как некогда Ева была обольщена хитростью змея, так и ваши умы, то есть ваши мысли, могут быть совращены и отвлечены от безраздельной преданности Христу». Некоторые переводчики переводят «преданность Христу», «вера», но в тексте стоит слово «простота». Нам кажется это очень странным, но Евангелие – оно просто, это главное отличительное свойство Евангелия, оно просто, потому что это признание Бога в любви, на которое человек говорит «да», это и есть вера. И поэтому Евангелие состоит в том, что Бог для восстановления союза, завета посылает своего сына, сын умирает и воскрешает для того, чтобы мы предстали перед Богом как невесты, как жертва. И здесь апостол Павел намекает на эпизод из книги «Бытия». В действительности в книге «Бытия» не говорится, что змей обольстил Еву, это говорится в некоторых иудейских апокрифах, но такая экзегеза вполне себе возможна. Вот точно так же, как змей сатана обольстил Еву, точно так же и вы, ваши мысли, ваши умы поддались обольщению проходимцев ложных апостолов, которые вас обманывают. «Вы ведь почему-то охотно терпите, когда к вам приходит кто-то и проповедует другого Иисуса, не того, какого мы проповедовали, и с готовностью принимаете иного духа, какого не принимали, или иную благую весть, какая вам не возвещалась». А я думаю, что ни в чем не уступаю сверхапостолам. Для апостола Павла очень важно, что то Евангелие, которое было проповедано в самом начале, весть о смерти и воскресении Христа, оно остается простым и непреложным. Насчет простоты в действительности мы с вами склонны что-то усложнять и в результате впадаем в какие-то ереси или заблуждения. Евангелие очень просто. И поэтому апостол Павел говорит, что если однажды вдруг он галатам будет проповедовать какое-то другое Евангелие, а не то, которое он принес в самом начале, то будет не анафема. Никто не имеет права исказить ту первую весть, которая состояла во встрече с воскрешим Христом. «Я думаю, что ни в чем не уступаю сверхапостолам». Он здесь употребляет это слово «сверхапостолы» как «сверхлюди», «сверхчеловек». «Я, может быть, и не преуспел в красноречии, но вовсе не чужд знаний. Такими и являетесь мы всегда и во всех случаях». Здесь апостол Павел включает иронию. Он прибегает к очень жесткой и едкой иронии. Его обвиняют в том, что он не красноречив. Он говорит «да, хорошо, я согласен, я не красноречив». Его обвиняют в том, что у него недостаточно познаний, потому что те другие проповедники, они блещут какими-то познаниями, которых, вероятно, апостол Павел не имеет. Но здесь он говорит «но я не чужд знания». Это, конечно, ирония, потому что именно он принес Евангелие в Коринф, и если уж кто обладает знанием, так это он, он их апостол, он их отец, и это знание он передал им. А те, кто пришел, они лишь только эксплуатируют это и манипулируют учениками. «Впадал ли я в грех, когда, умоляя себя, дабы возвысить вас, возвещал вам благою весть Божию, не беря от вас ничего? Я, можно сказать, обирал другие церкви, пользуясь их поддержкой для служения вам». Здесь апостол Павел употребляет тоже слова, заимствованные из военного языка. «Обирал другие церкви» – речь идет о практике, когда генерал, для того чтобы обеспечить армию всем необходимым для побед, собирает средства и потом их распределяет. И апостол Павел, придя в Коринф, намеренно отказывается от зарплаты. Он не хочет жить за счет коринфян. Он предпочитает зарабатывать себе на жизнь ручным трудом, это рабский труд. И он пользуется поддержкой других общин. В частности, филиппийцы собирают для него большие пожертвования, которые ему позволяют не пользоваться никакой материальной помощью со стороны коринфян. У коринфян возникает вопрос. И вот те лжеапостолы, которые, наоборот, пришли и живут за счет коринфян, фактически их оббирая, апостол Павел очень тонко играет на этом противоречии. Вам не понравилось, что пришел апостол, который бесплатно проповедует Евангелие, потому что сама проповедь для него есть лучшее вознаграждение? Почему же вы так легко себя отдаете тем, кто вас действительно эксплуатирует? Даже когда я терпел нужду в дни моего пребывания у вас, и тогда не был никому в тягость, всем, чего недоставало мне, вполне обеспечили меня братья, пришедшие из Македонии, из Филиппии. Я всегда старался и буду стараться впредь ничем вас не обременять. «Нигде во всей Ахае эта похвала не отнимется у меня, ручательство тому, истина Христова во мне». Очень важно, что для апостола Павла вопрос, чем он может хвалиться, что составляет предмет его гордости, очень важен предлог – хвалиться перед кем-то, как мы хвалимся перед своими друзьями, перед врагами, перед другими людьми, хвалиться перед Богом, что кажется совершенно абсурдным. Апостол Павел переворачивает ситуацию, он меняет предлог – хвалиться в Господе. Поэтому истина Христова во мне, и это лучшая награда, и другой мне совершенно не нужно. Почему же я так поступаю? Потому что не люблю вас. Дело в том, что эти новые лжеапостолы внушили коринфянам такую коварную мысль. Если он не хочет брать ваши деньги, значит, он вас презирает, значит, он вас не любит. Поэтому вопрос – потому ли, что я не люблю вас? Богу ведомо, Бог знает, что я люблю. «Но поступаю и буду поступать так, чтобы не давать никакого повода тем, кто пользуется любым случаем, чтобы хвалиться, будто и они трудятся так же, как и мы». То есть апостол Павел своим бескорыстным служением, жертвенным и искренним служением, тем самым закрывает дорогу к другим людям, которые хотят просто поживиться, и для кого религиозный бизнес становится просто бизнесом, способом зарабатывать деньги. Это лжеапостолы. Дела их коварны. Они только выдают себя за апостолов Христовых. «Оно и неудивительно, ведь и сам сатана принимает вид ангела света, и потому нет в том ничего странного, что и слуги его надевают на себя личину служителей правды и истины. Таких, однако, и участь ждет по делам их». Здесь апостол Павел возвращается к теме идолослужения, которая была затронута в предыдущих главах. Самый корень зла – это идолослужение. И основа всему – это некая пародия. Всегда сатана выдает себя не за того, кем он является на самом деле, поэтому он принимает вид ангела света. И точно так же все люди, которые, как и он, лжецы, обманщики, они выдают себя не за того, кем они являются. Это некая пародия. Всегда пародия. И участь таких ждет по делам их, потому что их же ложь, их же притворство обернется против них. И в противовес этому апостол Павел описывает свои трудовые будни. «Про себя же самого скажу снова. Никому вообще-то не следует считать меня на самом деле неразумным. Но если для кого-то это не так, пусть хотя бы как неразумные примут меня, чтобы и мне можно было немного похвалиться». Здесь очень тонкая ирония, игра парадоксами. Я думаю, что коринфины привыкли к этому ораторскому стилю апостола Павла. Иногда мысль теряется, кто есть кто, и в чем состоит это безумие, когда он говорит вещи всерьез, когда он безумствует, юродствует. «А об этой похвальбе своей я скажу. Конечно, не по внушению Господа, но скажу как раз как неразумный. Если уж многие своим мирским хвалятся, похвалюсь и я. Ведь при всем том, что вы люди разумные, вы охотно идете на то, чтобы терпеть неразумных». Так интересно, что вирус безумия, лжи легко может поразить даже людей праведных, искренних и честных. И почему вдруг разумные попадают под власть неразумных? И для того, чтобы вакцинировать своих учеников, апостол Павел впадает в ложное безумие, чтобы донести до них некую правду. «К стыду своему признаюсь, что в этом мы, конечно, уступили им». Опять же, очень тонкая усмешка. Вся наша ложь, наше безумие просто склоняет голову перед тем безумием, с которым сталкиваетесь вы. Так вот, оставаясь для вас неразумным, скажу. Я как неразумный сейчас вам перечистлю свои подвиги, чем я могу похвалиться. Дальше мы имеем дело с очень интересным литературным жанром. В действительности апостол Павел иронизирует, играя со знаменитым текстом. Примерно в это время насаждается божественный культ императора Августа. И, в частности, сам император составляет текст «Деяния божественного Августа, составленные и переведенные им самим». То есть он на латинском языке пишет, переводит на греческий язык некий текст, некий каталог своих достижений. Этот текст очень скучный, потому что там перечисляются его подвиги. Допустим, 26 сражений, 33 моста и еще какие-то цифры, 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 26 того, 58 другого. И апостол Павел знает, что слова этого текста были размещены на городских форумах во многих городах Римской империи. Не только в Риме, но, в частности, и в Коринфе тоже были высечены эти слова, и коринфины прекрасно понимают, о чем идет речь. И поэтому апостол Павел, прибегая к этому жанру «Деяния божественного Августа», перечисляет свои заслуги, которые в действительности ничего славного в глазах света человеческого общества не представляют. Итак, оставаясь для вас неразумным, скажу, чем смеют хвалиться другие, тем смею хвалиться и я. Они евреи, но ведь я тоже. Израилетяне они, израилетянин и я. Они потомки Авраама, я тоже его потомок. Они христовы служители. В безумии говорю, я больше. «Больше гораздо трудился, били меня нещадно, больше бывал в темницах, часто при смерти». Апостол Павел перечисляет свои злоключения, которые, конечно, не могут составлять какую-то похвалу. Что такого героического в том, что тебя гонят и хотят побить камнями. Но апостол Павел парадоксально все это оборачивает именно в такую похвалу, которая и становится его похвалой в Боге. «От иудеев пять раз получил я по сорок ударов без одного. Трижды палками бит, однажды камнями». Вот это странное упоминание о том, что он был побит камнями в листрах, действительно некое чудо. Потому что, если вы представляете, как совершается эта казнь, человека живым хоронят, забрасывая его камнями. Он должен умереть погребенный заживо среди этих камней. Понятно, некоторые камни могли попасть в голову, искалечить человека, и просто каким-то чудом его ученики смогли вытащить из груда этих камней, и он остался в живых. И поэтому такое спасение для него является знаком того, что он соединяется со Христом. Точно так же, как Христос умер позорной смертью и потом вернулся к жизни и жив, точно так же и он, пройдя через испытания, остается живым. И это лишь знак победы Христа. «Три раза терпел я кораблекрушение. Был случай, когда ночь и день пропадал я в бушующем море. Вечно скитаясь, я рисковал постоянно жизнью на реках и на разбойных дорогах. Много претерпел я от своего народа, от иудеев и от язычников, потому что язычники его тоже предавали на суд по обвинению в оскорблении божественного достоинства императора. «Самым разным подвергся я испытаниям. В городах, в пустынях, на море много опасностей создали мне и лже-братья. Дни за днями я проводил в трудах, изнурении, часто без сна. Голод и жажда нередко томили меня. Порой уже я оставался и вовсе без пищи, в холоде и наготе». Очень важно, что мысль апостола Павла, перечисляя все эти испытания, превращает их в некие христианские добродетели. Например, он остается без пищи и несколько дней вынужден голодать. Но для него это становится не просто мука, но становится настоящим постом. Все напасти, которые выпадают на его долю, становятся в его устах молитвой. Таким образом, все, что нас должно разрушить, он умеет превратить в некий источник силы. Да и теперь, не говоря обо всем остальном, я каждодневно несу бремя забот о жизни всех церквей. Действительно, служение апостола состоит в том, что он не только приходит в какой-то город, открывает общину и спокойно почивает себе на лаврах, проповедуя, занимая преподавательской деятельностью, общаясь с людьми. И апостол Павел, создав общину, уходит в другие города и постоянно совершает паломнические и миссионерские путешествия для того, чтобы поддержать, утешить общины в те моменты, когда нужна его помощь, и затем опять уходит. И самый тяжелый труд – это, конечно, поддержание единства между общинами. И прежде всего, поддержание духовного единства с Иерусалимской общиной. А проблем там было очень много, и все это требует больших усилий. «Всякий раз, когда кто-то слабеет духовно, не слабею ли я вместе с ним? И если вводят кого-то в грех, не горит ли все во мне?» Это нам объясняет, почему апостол Павел воспламеняется ревностью. Его учеников, его детей вводят в грех, соблазняют ложью, и поэтому в нем самом, как в отце, все воспламеняется. «Если уж приходится мне хвалиться, стану хвалиться немощью своей». То есть, если божественный Август хвалится какими-то героическими поступками, и настоящий император, настоящий апостол, человек, который пользуется авторитетом и властью, обязательно должен быть кто-то очень умный, красивый, прекрасный и славный, то у апостола Павла ничего подобного нет. И наоборот, именно отсутствие этих человеческих, тщеславных качеств становится настоящим фундаментом его хвалы в Боге. Точно так же, как Христос на кресте оказывается в полной нищете и немощи, и после этого воскресает силы Божьи, точно так же и всякий христианин совершает тот же самый путь. Поэтому немощь является лучшей похвалой. «Бог и Отец Господа Иисуса, да будет благословен он вовеки, знает, что я не лгу». Здесь апостол Павел совершенно серьезен, и вот в такие моменты, когда он серьезен, то он прибегает к таким оборотам речи, которые похожи на язык клятвы. Он клянется Богом, что он не лжет. «Слаб я, скажем, был в Дамаске, когда наместник царя Ореты выставил стражу у ворот города, чтобы схватить меня. Но я был спущен в корзине из окна в стене и избежал его рук». На этом заканчивается глава. Апостол Павел в качестве подтверждения своего подвига, опять иронически приводит как заслугу тот момент, когда ему удалось бежать из Дамаска. И коринфи не прекрасно понимает, в чем здесь секрет. Дело в том, что римские воины получали особый венок, как сегодня вручают ордена и медали в Риме, вручали венки славы тем, кто первым входил в город или кто первый вступал на борт корабля, который нужно было захватить. Это героические воины. Апостол Павел говорит о том, что он достоин такого венка, потому что он первым бежал. Ему удалось бежать из-под стражи, из Дамаска. Этот разговор, эта защитительная речь апостола Павла в безумии будет продолжена в следующей главе. На портале Экзегиатру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...